Сера, глава 41. О, смерть! Как горько воспоминание о тебе для человека, который спокойно живет в своих владениях, для человека, который ничем не озабочен и во всем счастлив, еще в силах принимать пищу. О, смерть! Отраден твой приговор для человека, нуждающегося и изнемогающего в силах, для престарелого и обремененного заботами обо всем, для не имеющего надежды и потерявшего терпения. Не бойся смертного приговора. Вспомни о предках твоих и потомках. Это приговор от Господа над всякой плотью. Итак, для чего ты отвращаешься от того, что благоугодно Всевышнему? Десять ли, сто ли или тысяча лет? В Аде нет исследования о времени жизни. Дети грешников бывают дети отвратительные и общаются с нечестивыми. Наследие детей грешников погибнет, и вместе с племенем их будет распространяться бесславие. Нечестивого отца будут укорять дети, потому что за него они терпят бесславие. Горе вам, люди нечестивые, которые оставили закон Бога Всевышнего. Когда вы рождаетесь, то рождаетесь на проклятие, и когда умираете, то получаете в удел свой проклятие. Все, что из земли, возвратится в землю. Так нечестивые от проклятия в погибель. Плач людей бывает о телах их, но грешников и имя недоброе изгладится. Заботься об имени, ибо оно приводит с тобой долей, нежели многие тысячи золота. Дням доброй жизни есть число, но доброе имя пребывает вовек. Соблюдайте, дети, наставления в мире. А сокрытая мудрость и сокровища невидимые. Какая в них польза? Лучше человек, скрывающий свою глупость, нежели человек, скрывающий свою мудрость. Итак, стыдитесь того, о чем я скажу. Ибо не всякую стыдливость хорошо соблюдать, и не все всеми одобряется поистине. Стыдитесь перед отцом и матерью блуда, перед начальником и властелином лжи, перед судьей и князем преступления, перед собранием и народом беззакония, перед товарищем и другом неправда, перед соседями кражи. Стыдитесь всего и пред истиной Бога и завета Его. Стыдитесь и облокачивания на стол, обмана при займе и отдаче. Стыдитесь молчания перед приветствующими, смотрения на распутную женщину, отвращения лица от родственника. Отнятие доли и дара, помыслу на замужнюю женщину, ухаживание за своей служанкой. Не подходи к постели ее, перед друзьями стыдись слов укорительных, и после того, как ты дал, не попрекай повторения слухов и разглашения слов тайных, и будешь истинно стыдлив, и приобретешь благорасположение всякого человека.